Мобильное приложение под названием «Дом-школа-дом» 11-классник Лёша Грудько разработал, сидя за партой. Учащийся третьей гимназии уверен, несмотря на доступные аналоги, его создание может стать полезным помощником как детям, так и родителям. Как минимум избежать постоянных звонков и переживаний, если ребёнок вдруг не вернулся в назначенный срок. Иногда случается так, что родители звонят в самый неподходящий момент. И я решил, что можно как-то немножко контролировать этот процесс. И вот при помощи этого приложения сразу отпадает обязанность родителей звонить своему ребёнку, так как можно узнать, где он находится в один клик. Кстати, приложение, на которое у школьника ушло несколько месяцев, даёт возможность писать друг другу сообщение, что дополнительно помогает разъяснить возникшие вопросы. Для этого родителям необходимо установить на телефон Телеграм, где мама или папа отправят запрос, после которого на карте отобразится конкретный адрес сына или дочки. В приложении для безопасности генерируется секретный ключ, который необходимо передать родителю, чтобы родитель ввёл его в Телеграм-боту. И непосредственно вся дальнейшая работа со стороны родителя будет осуществляться именно в мессенджере Телеграм. В открытом доступе дом-школу-дом пока не найти, однако в будущем перспективный айтишник планирует загрузить его в Play Market. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и уже получило высокую оценку со стороны педагогов-родителей. Я как мама маленького ребёнка считаю, что это приложение очень актуально. Я могу в режиме реального времени проверить, где находится мой ребёнок, пришёл ли он вовремя в школу, всё ли нормально. В планах Лёши Грудько разработать ещё одно приложение – Бабруиск туристический. Программист отмечает, это значительно поможет приезжим ориентироваться в местности и лучше узнать город. Почему бы и нет, когда на базе стемп-класса есть все возможности для новых изобретений. Мария Бересневич, Николай Силков, Максим Галеонко, Бабруиск 360. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова